Я буду дать слово Инге Шеннинге из Сепбанка насчет того, что должны знать о Евро все предприниматели. Так что, пожалуйста. Добрый день. Как моя коллега говорила, до введения Евро осталось 97 дней. Но для введения Евро для предпринимателей осталось всего 5 дней, потому что с 1 октября все торговцы должны отображать цены в двух валютах. Поэтому очень мало осталось времени именно для предпринимателей. В середине августа мы делали опрос малых и средних предприятий, готовы ли они к введению Евро. И результаты вы можете видеть на своих экранах. 39% опрошенных сказали, что да, они полностью готовы к введению Евро. 35% были частично согласны с этим выводом. 74% в целости сказали, что они да, готовы, но есть какие-то нюансы. В основном, если мы смотрим эстонский опыт, то в основном все готовы поэтапно вводить Евро. Потому что если с 1 октября должно быть введено параллельно две цены, то, допустим, предоставка денег это вводится потом, потому этот процент увешается к концу года, увешается постепенно. Если смотреть разделение между регионами, то, конечно, в основном это Рига, где более большой процент респондентов ответил, что да, они готовы к введению Евро. Еще один вопрос, который был задан в этом опросе, необходима ли консультация клиентам, именно юридическим лицам. И тут мы видим, что 33% сказали, что да, им необходимо, но в основном, обратно смотрим, если Ригу, то Рига сказала, что они в основном не нуждаются в консультациях, но если 21% ответил, что да, они хотели бы консультацию. Дальше я уже пойду отдельно по пунктам, которые указаны в законе о порядке введения Евро. Моя коллега уже говорила несколько важных пунктов, она прошла, но я больше, наверное, буду смотреть, где касается предпринимателей. Непрерывность правовых инструментов, она уже сказала, что да, договора не надо перезаключать, они являются в силе, как до этого. Принципы округления чисто математические, с нуля до четырех вниз, с пяти до девяти вверх. Перед одновременно отображением латы и евро, вот тут начинается поле, где предпринимателям нужно подумать. Это не только трудности для того, как был пример у моей коллеги, как выдать сдачу, но и как хранить их, потому что магазинам, тем, которые торгуют, им нужно подумать, как они будут разделять евро и латы, как они будут хранить, потому что выдавать можно только евро, значит латы надо хранить в отдельном месте, который можно сразу не считать и вложить, допустим, в отдельную коробочку. Параллельное отображение цен. Я уже говорила, что начинается с 1 октября и завершается 30 июня следующего года. Бухгалтерия и налоги обратно же касаются больше предпринимателей. И тут, что касается бухгалтерии, то в первый рабочий день необходимо провести конвертацию с латов на евро остатков записи всех бухгалтерских регистров. И начиная с дня введения евро все записи должны производиться в евро. Что касается годовых и финансовых отчетов, то в 2013 год они будут еще в латах, в 2014 году они уже будут в евро. Что касается налогов, то начиная с введения евро все налоговые платежи выполняются в евро. Но возврат переплаты налогов, неправильно внесенный или высказанных платежей за период, в течение которого платежные средства влияются латы, указывается в латах. Еще один пункт, очень важный для предпринимателей, это изменение основного капитала. И тут для предпринимателей дан очень долгий срок, это 30 месяцев до середины 2016 года, когда они должны изменить свой основной капитал. Значит, для общества ограниченной ответственности, основной капитал должен быть выражен в целых евро. Что касается акционерного общества, то он выражается в евро и в евроцентах. Следующий пункт, это период замены наличных денег, это, наверное, касается больше частных лиц, об этом уже рассказала моя коллега. Открывая свой проект и ведя проект в банки, мы пришли к мнению, что есть 7 пунктов, которыми мы советуем тоже нашим клиентам придерживаться, когда они смотрят на введение евро. Этот список – делка для успешного перехода на евро. Значит, сначала, первое, вы должны подумать о введении бухгалтерии и управлении финансов. Я уже говорила, обязательные требования, которые в законе, это один из пунктов. Потом ИТ-системы, но насчет ИТ-системы, это, скорее всего, заблаговременное резервирование ресурсов и обязательно-обязательно тестирование. Потому что, когда мы делаем изменения, тогда их надо протестировать перед тем, как их вводить в реальную жизнь. И это был один из пунктов. Мы на прошлой неделе тоже проводили семинар в СЭП-банке. У нас были представители из Эстонии, и они отметили именно этот пункт как один из важных – протестировать все, что вводится в информационных технологиях, в системах. Договора с клиентами и поставщиками, они неизменны. Клиенты, тут больше думано, как информировать своих клиентов об изменениях. Обучение персонала, что очень важно, потому что, как уже перед этим было сказано, валюта меняется, банкноты другие, и персонал может не знать, как с ними работать. Так что тут обязательно должно быть обучение персонала. И управление наличными деньгами. Управление наличными деньгами для предпринимателя – это, как я уже говорила перед этим, подумать, как это будет происходить практически в период одновременного обращения денег, лата и евро. Но один из важных пунктов тоже – это предварительная доставка евро. Что это такое? Предварительная доставка евро – это процесс, во время которого кредитное учреждение выдает банкноты и монеты евро для хранения своих клиентов до 1 января, когда евро становится законным платежным средством в Латвии. Это нужно потому, что уже с 1 января те точки, которые будут открыты, или это продуктовые магазины, или это киоски, они должны будут сдачу выдавать обязательно в евро. И чтобы было что выдавать, нам нужно предоставку евро уже обеспечить в декабре. У каждого банка, конечно, по-своему. Я больше буду рассказывать, как в СЭП-банке это происходит. В СЭП-банке мы начали принимать заявление на предоставку с 1 сентября, и будет это происходить до 1 ноября. Это можно сделать и в филиале, и у своего менеджера, и через интернет-банк. Потом параллельно этому процессу вы должны будете договориться с инкассационными фирмами. У каждого банка это свое предложение. У СЭП-банка три инкассационные фирмы, с которыми вы должны будете заключать договора, чтобы вам обеспечить предоставку. И тогда до 15 ноября вы должны будете заключить тоже договор с банком на счет предоставки евро. И с 10 декабря, в зависимости от того, какой день вы укажете, вам будет доставлено евро на указанный адрес. Многие спрашивают, как же мы можем получить, что это будет. Или это будут монеты, или это будут банкноты. Есть три варианта. Есть комплекты монет. Латвийский банк Латвии уже сформировал начальный комплект, стоимость которого 200 евро. Также можно выбрать стандартную упаковку монет Европейского центрального банка. Тогда второй вариант – это банкноты, которые упакованы. И третий вариант – вы можете выбрать и монеты, и банкноты. Это по выбору клиента, смотря какой у вас бизнес. В чем заключаются основные условия предварительной доставки? Как я уже говорила, что это в основном для торговца. И деньги в евро, полученные путем предоставки, вы не можете использовать до 1 января. Это уже было сказано перед этим. Но я хотела бы еще раз отметить, что это действительно важно, не пускать их в оборот, потому что это требования Банка Латвии, и они тоже могут прийти и проверить, как вы храните деньги, и не пускаете ли их в оборот. Как я уже сказала, что деньги должны храниться отдельно, отдельно от основных средств, и они должны быть учитываться вне баланса, что очень важно. Еще один важный момент, что я хотела бы отметить, что эти деньги при доставке евро будут обеспечены, если на счету будет блокирована сумма в латах. Та же самая, которую вы заказали в евро, сумма будет блокирована в латах. У каждого банка по-своему, мы просим день перед этим, чтобы эта сумма была на счету. Как в следующую часть я хотела бы больше ответить на вопросы, которые мы получаем от предпринимателей именно по банковским продуктам. Значит, насчет расчетного счета. Расчетный счет не меняется, остаток будет переконвертирован автоматически в евро, и клиент сможет закрыть, если, допустим, у клиента сейчас латы и евро, после 1 января будут два евровых счета, то он один счет может закрыть бесплатно в течение двух месяцев и пересчитать деньги на второй счет. Но при этом мы рекомендуем очень подумать, где у вас указаны эти счета, потому что если деньги будут поступать на закрытый счет, они будут возвращаться тем партнерам вашим, которые будут прислать деньги. Не будет автоматически пересчитываться на второй счет. Насчет платежных карточек. Платежные карточки не меняются, как уже было сказано перед этим. Что я хотела бы отметить, что именно у СЭП-банков, да, они будут работать непрерывно, но в ночь с 31 декабря на 1 нельзя будет осуществлять покупки в интернете. Допустим, если вы хотели купить билет на самолет 31 ночью, то это нельзя будет сделать. Но покупки в магазинах это можно будет производить. Наличные расчеты. Самое главное, наверное, что я хотела бы отметить тут, это если сумма к обмену будет превышать выше 3000 лат, то ее нужно будет заказывать заранее, 3 дня перед тем, как вы хотите получить, или обменять деньги. Это потому что мы действительно, как уже было сказано перед этим, что мы планируем, что в декабре-янмаре будет очень большие очереди. И, опрятно же, смотря на опыт эстонцев, то час и больше надо было ждать филиалов в очереди. Насчет банкоматов, после 1 января они будут выдавать только евро, но те банкоматы, которые являются для взноса и для снятия денег, то с 1 января до 14 можно будет нести латы, но они будут выдавать евро. А после 15 января все банкоматы будут и принимать, и выдавать евро. Платежи. Да, очень важно, как уже было сказано, что до 30 декабря мы советуем тоже сделать платежи своевременно, потому что для клиентов СЭП-банка платежи в другой банк, самый поздний срок это 13-30 декабря. После этого времени больше платежи платок не будут приниматься в другой банк. Важный момент, и об этом спрашивают очень многие предприниматели, что же будет с комиссионной платой за платежи. Она уменьшится или увеличится? Тут я хотела бы отметить, что комиссионная плата банка за платежи СЭПа будет уменьшена. Ее приравняют к комиссионной плате внутренних перечислений. Значит, допустим, если сейчас вы перечисляете, что это стоит 4 лата, то потом будет стоить 25 сантиметров, только переведенных в евро. Это как пример. Следующее. Вложение, накопление кредиты. Все будет переконвертировано автоматически. Процентная ставка депозитов сохраняется на весь срок. Те, которые используют такой продукт, который в основном используют юридические лица, латовый резервный фонд в СЭП-банке, то последнее время, когда можно будет осуществить какие-то операции с ним, это 19 декабря в 2 часа дня. Насчет кредитов мы уже говорили перед этим. Меняется автоматически. Ставка регибор будет изменена в еврибор. В следующий день изменения процентной ставки. Остальные условия останутся неизменными. Ну и последний, наверное, пункт, который важен тоже для предпринимателей, для торговцев, которые используют посттерминалы, то в течение, начиная с октября, будет производиться перезагрузка, так надо сказать, программного обеспечения именно посттерминалов. И тогда в день, в ночь 1 января, когда откроется рабочий день 1 января, торговец должен будет закрыть день, чтобы он смог принимать карточки. Потому что если мы перед этим говорили, что карточки будут приниматься непрерывно, то если вот этот торговец не перезагрузил этот день, то он не сможет принимать карточки. Ну и в чеках посттерминалов, принадлежащих банку СЭП, не будет, две валюты отображены, тут будет до конца года латы и после 1 января евро. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо вам. И нам поступило несколько вопросов. Первый, насчет этих на начальных комплектах евро, сколько их может приобрести физическая персона? Спасибо большое за вопрос. Значит, физическое лицо сможет приобрести до 5 комплектов. То есть в указанных местах, о которых мы говорили, коммерческие банки, латвийский банк и латвийская почта будут продавать частному лицу до 5 комплектов. Спасибо. И следующий вопрос. Как по-русски ценозаимость? Указатель... Вы смутили меня. Смутили меня. Ну, ценник, но указатель... А, ценник, да. Ну, здесь вы просите, что-то списковые виплеты зар плати. А 1. октября нужно будет цены обе валюты. Узрага. Узраги. Алга, запрещенцы и измакса сарактов 1. октября января, или января оба валюта, как 1. октября цены зиме, января латву и иро, или алга сарактов января оба валюта? Значит, я ответит, Линка, вам дать слово. Я могу ответить, да. Отображение цен с 1. октября это только действительно на этих ценниках. Что касается зарплаты, это все после 1. января. Это до конца года в латах, после 1. января в евро. Параллельно отображать не надо. Да, хочется дополнить, что во всей документации мы 13-й год ведем в латах и 14-й год уже в евро. То есть это касается абсолютно всех расчетов и также документов. Может быть, я еще дополню, что параллельно по закону надо отображать цены, квитанции, кассовые чеки и счета. Это три позиции, где обязательно должно быть параллельно две цены. Спасибо. И третий вопрос насчет тоже выплаты зарплаты. Что надо делать в декабре и что надо делать в январе? Вот человек дар балайкс в декабре и выплата есть в январе. Что в этот случай нужно делать? Ну да. Значит, как перед этим мы уже говорили, что все отображается до конца года в латах, после Нового года в евро. Значит, до конца года считается в латах, потом считается сумма в евро и выплачивается сумма в евро. Насчет самих договоров, может быть, я хотела бы отметить, что сумма конвертируется, и менять договор не нужно, если его работодатель может… Это выбор работодателя, но он может округлить до следующего полного евро. Допустим, если зарплата получается, не знаю, 563,25 евро, то до 564 можно округлить, не меняя договор. Если работодатель, допустим, хочет округлить до 568 или до 570, то ему обязательно надо пересключать договор с работником. Я, может быть, дополню Ингу, да, то есть если я полностью поняла вопрос, да, если, допустим, происходят выплаты зарплаты, допустим, в… Или, наверное, больше это не касается даже не зарплаты, а, допустим, пособия, человек, например, болел, да, или он получает отпускные, да, и как произвести расчет, тогда расчет происходит за полгода, и каждая выплата конвертируется по курсу, да, то есть каждая отдельная позиция, каждая выплата конвертируется, да, производится расчет, да, таким образом. Ладно, спасибо. Так как вопросов больше нет, я скажу большое спасибо вам и тоже зрителям нашего вебинара. Буду напоминать, что сегодняшний семинар состоился благодаря Ассоциации коммерческих банков Латвии и Евробюро Министерства финансов. И тоже напоминаю, что если у вас осталось вопросов, то вы всегда можете позвонить на бесплатный телефон 8000-3000 или зайти в интернет-сайт www.euro.lv. Большое спасибо и до свидания.